Душа болит за деревья. В рубрику «Нам здесь жить» обратилась одна из жительниц города. Женщина до глубины души возмущена тем, как обслуживающие организации исполняют свои обязанности по уборке снега. Выглядит это вот так. Снегоуборочная техника, сгребая снег, не щадит ничего на своем пути, в том числе и деревья. Многолетние сосны, которые давно и прочно обосновались на этом пятачке земли, замечу в самом центре города, теперь на грани вымирания. И одна из хвойных красавиц уже серьезно пострадала. Спасти дерево надежды практически нет, но и окончательно срубить его тоже, по всей видимости, некому. Пока его придерживает куча снега, но как только она растает, многометровая сосна завалится на рядом стоящие деревца. Вот эти пять деревьев выстояли в самом центре города. Выстояли, когда строили дорогу, когда строили дом. И вот сейчас они за два года буквально... Ну а когда я вчера, позавчера подошла, я увидела, что одно дерево полностью сломано. И практически вот этот угол, 40 лет победы, дом 3, он становится абсолютно лысым. Если не прикладывать усилия, то есть не сохранять то, что нам досталось от первостроителей, то в конце концов весь город будет у нас в железных деревьях. Добавлю, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, его обслуживание включает в себя в том числе и уход за зелеными насаждениями. И ответственность за их сохранность несет обслуживающая эту территорию организация. Соответственно, за поломку деревьев предусмотрено наказание. В прокуратуре города людям советуют немедленно обратиться в ведомство с письменной жалобой на ненадлежащий уход за зеленой территорией.